Привет! Чисто случайно наткнулся на видео одного ютубера, который смог сымитировать небольшой трезвый геймплей Last of Us 2 и показать, как игра может работать на PlayStation 5 в 4К из 60 кадров. И, блин, знаете, получилось прикольно. Я не понимаю, почему созданием подобных роликов занимаются фанаты, а не сама Sony. За месяц до продаж мы смотрим на всякие там плейрумы и так далее, вместо чего-то подобного. Поэтому давайте посмотрим на то, как может выглядеть Last of Us 2 на PlayStation 5. Ну и просто поболтаем. Сейчас вы видите непосредственно разрешение и плавность картинки, которая вполне возможна, но не точно, что будет на PlayStation 5 в The Last of Us 2. Данное видео было создано фанатом с помощью машинного апскейла и картинки до 4К. И также было пропущено через машинное обучение для того, чтобы искусственный интеллект сделал правильную подборку кадров. И картинка выглядела так плавно и будто в 60 кадров. Получилось сносно, согласитесь. И да, безусловно, игра и так в принципе выглядела очень круто, особенно по меркам железа 2013 года. Но тут так вообще все очень четко и плавно. Если бы NutiDoggy с помощью патча подняли бы уровень графики еще выше для PlayStation 5, то вообще был бы шик-блеск. Но правда я не думаю, что игра сможет запуститься на PlayStation 5 в 4К и 60 кадров. Так как например ремастер Человека-паука на PlayStation 5 будет работать в двух режимах. Это 4К и 30 фпс или же 2К и 60 фпс. То есть 4К и 60 фпс ремастер не тянет в PlayStation 5. С Last of Us уверен будет такая же история. Да и это на самом деле не важно. Как я сказал, игра даже на слимке выглядит отпадно. Про PlayStation 5 и волноваться не стоит. Пусть хоть там блин 2К, 60 кадров и так далее. Я думаю в любом случае играфончик подтянется и нормально так будет. Единственное, что я не пойму, почему Нуки Доги ее не продвигает на PlayStation 5. Да и вообще у PlayStation 5 какая-то мутная и скрытная маркетинговая компания в этом поколении. Ну я думаю вы все заметили. А я именно тот человек, который ждет эту игру на PlayStation 5. И запущу ее в первую очередь, когда возьму PlayStation 5 в руки. Ну потому что это единственная игра с PlayStation 4, которую я не дождался. Из-за ее постоянных переносов. Я тупо продал консоль и купил себе 4К телевизор под Xbox One X. Ну так как мне не хватало денег. Пришлось продать консоль, которая в принципе просто лежала. Так как эксклюзивы я все попроходил, как я сказал. Так вот, а это была, как я сказал, единственная непроданная мной игра из всех остальных эксклюзивов PlayStation 4. И поэтому сейчас очень жду новостей про версию для PlayStation 5. И надеюсь у меня хватит денег купить помимо серии X на старте еще и PlayStation 5. Как дополнительную консоль под эксклюзивы. Но с каждым днем, правда, уверенности в этом все меньше. Но об этом позже. И да, я уже знаю практически все основные сюжетные твисты. Так как за такой срок их было как бы сложно не поймать. Или даже невозможно, я бы сказал. И я точно знаю из-за чего у большинства дико пригорело от этой игры. Любой обзорщик, который хоть немного хвалил игру, тут же поддавался шквалу критики со стороны аудитории. Потому что ненависть к игре просто огромна. Ну и со стороны не только хейтеров, но и преданных фанатов этой игры. Ну, по крайней мере первой части. Игру на метакритике просто уничтожили буквально за считанные часы. Но несмотря на то, что я как бы знаю сюжет и понимаю из-за чего у всех горит. Я тот человек, который считает, что несмотря на спойлеры и знания добытые случайным образом. Все равно игру нужно пройти лично. И составить свое мнение. А не составлять мнение на основе того, что пишет большинство в интернете. Мне очень понравилась первая часть. Именно поэтому я хочу увидеть продолжение истории с своими глазами. Я конечно не считаю первую часть игрой десятилетия, как там ее многие считают. И принято считать. И по моему мнению есть игры, которые заслуживают этого звания куда больше. Ну, например, тот же Ведьмак 3 или Mass Effect 2. Легко отдал бы звание этой игры, но из-за этих игр. Но опять же это чисто субъективно. Но Tlow 1 тоже очень классная игра с удивительной историей. И я даже наверное могу назвать себя фанатом этой игры. И поэтому при любых раскладах я хочу увидеть продолжение. Я не знаю, разочаруюсь я в продолжении или нет. Может зайдет, может будет гореть, как и у всех остальных. Хэзэ. Но сыграй точно охота. Так как знание основных поворотных моментов в сюжете. Это не то же самое, что пройти игру лично. И пережить все эти сюжетные повороты, когда ты смотришь на игру изнутри. И погружен в нее. А не как бы снаружи. В общем не знаю, получится сыграть в нее на PS5. Так как ситуация с пятой плойкой сейчас вообще непонятна. И неизвестно, когда обычные игроки смогут получить свой экземпляр. Я вообще не удивлюсь, если у меня получится ее купить за адекватный ценник ближе к концу следующего года. И сейчас я всерьез подумаю снова взять бывшую PS4 Slim или там Pro после выхода PS5. Так как ценник максимально упадет на вторичке. И возможно пройду все-таки на PS4. В общем буду смотреть по ситуации. Но то, как игра может выглядеть и играться в перспективе на PS5, это конечно подкупает. И есть, знаете, такой большой соблазн дождаться все-таки именно версии для PS5. К тому же, должны завести еще и отдельный мультиплеерный режим для TLO 2. И это круто. Так как мультиплеер в первой части был самым адекватным из всех мультиплеерных проектов на платформе PS. Я наиграл там просто кучу часов. И также очень жду более доработанного мультиплеерного режима, созданного на основе второй части. И, блин, какими бы Sony не были бы мудаками, и как бы они себя херово не вели. Например, не вымогали бы за минимальный апгрейд игры для PS5 20 долларов. Не лупили бы ценники за свои игры. Один хрен, если захочешь поиграть хотя бы в одну игру, тебе нужно обязательно купить PS. Ну, если игра еще не вышла на ПК. И такая необходимость ради одной игры покупать целую консоль, конечно, блин, бесит. Но ничего не поделаешь. В общем, вот такой вот просто разговорный видос, так сказать, анаболеша. И немного геймплея в 4К 60 FPS. Пишите, что вы думаете, потянет ли PS5 4К 60 кадров в Last of Us 2. Я лично уверен, что ситуация с Человеком-пауком повторится. И спасибо большое за просмотр. Если вы захотите поддержать мой канал, можете подписаться на мой Patreon. Это будет крутая поддержка с вашей стороны. Подписка стоит всего от 1 доллара. Для многих 1 доллар это копейки. А для меня, если насобирается приличное количество людей, то это, блин, будет крутая и невероятная поддержка моего канала. И то, чем я занимаюсь. Ссылка будет в описании. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok